Всем хаюшки, за меня Александр, это канал АМБОТ и у нас это игра Магнум Квест. Сегодня начинаю в неё играть, на самом деле игра уже появилась давненько, но она ещё не вышла. На самом деле она находится в Google Play в раннем доступе, поэтому её можно скачать. Игра полностью локализована, вроде как полностью, вроде как на русском языке. Осталось только нам зайти проверить это, ну и, соответственно, поиграть и сделать какие-то комментарии, отзывы по поводу этой игры. Я знаю, что её многие, кто уже снял, уже самые, наверное, ленивые, кто и не снял, и из этих ленивых оказался я. Ну, просто мне банально не было времени, да, я не так давно переехал, недавно начал стримы, вот, и делать контент, соответственно. Коснитесь здесь, чтобы начать битву. Начать битву, начинаем битву, поехали. Так, значит, что у нас здесь, качи, начни, качка, 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 а почему именно его? А, ну, хорошо. Просто я всегда люблю делать всё наоборот. Мне говорят, возьми это, я беру, делаю по-другому. То есть, это всегда так стараюсь. Не знаю, почему, из вредности, наверное. В настройках игры можно управлять функцией автоматическое применение навыков. Хорошо, в это дело. Поюзаем. Хач, хач, ополченец и Карл Кап... чего? Копье Молот. Это он мелко написан так. И внизу им неудобно, приходится наклоняться ещё и читать. Ну, здесь вообще шансов вообще не было. Просто, вообще, мы просто топочки, мы просто затащили, да. Знаете, что это означает, поэтому не поленитесь так и сделать им под видео. Знаете, что у нас? У нас победа, виктора и всё такое прочее. Коснитесь для продолжения. Коснулись, всё хорошо. Класс. Кстати, у меня никакой нет превьюхи. Может быть, что-то где-нибудь, какую-нибудь потом картиночку надо будет выискать. Знаете, что у нас? У нас бой. Бой, коснитесь, чтобы начать битву. Да поехали. Там, кстати, миссии горят, торговцы горят что-то. Ну, с этим чуть-чуть попозже посмотрим. Там ещё чат есть. Выбираем, выбьете ещё одного героя, который присоединился к нам. Это того, которого мы сейчас бах-бах делали, нет? Или кто-то другой подсоединился. Я не посмотрел, против кого мы били. Так, обедащите героя на позицию 4. Да что ж такое-то? Почему именно 4? Почему не 3? Почему не нравится им 3? Ладно. Нет, на самом деле не против него мы сражались. Это однозначно. Мы сражали против каких-то зомби, таких же, как сейчас. Да, и у них никаких шансов. Ну, хотя они нас чуть-чуть-чуть-чуть рыбы царапнули, да. Первый ряд царапнули, но это им не помогло. Но главное, чтобы мы сами не превратились в зомби. Мало ли, что они там отравят нас, и мы тоже потом такими же станем. Вот, это плохо. Здесь что? Всё так же нажимаем, всё так же сражаемся. Здесь всё идёт на автобой, поэтому у нас расстаётся вам только нажать, начать битву. И мы идём уже против троих. То есть, вот сейчас более трое натрия, скажем так, натрия. Натрия это немножко другое какой-то этот. Окей. Трое натрия, конечно. Я хотел сказать, это что-то было уже из области химии. Вот, нам химия ни к чему. У нас просто сражение, нам не до химии. Ну, хотя, может быть, для битвы тоже иногда нужно использовать какие-то там препараты. Неважно. Закрыли ту тему, у нас всё-таки пока ничего такого нет. У нас просто есть палки, у нас там, не знаю, мечи, есть камни и луки и всякое такое прочее, доспехи. Пока до химии. Так, здесь герои. Здесь герои, выберите героя. У нас есть комар. Ну, или стылькоза какая-то. Может, богомол. Коснитесь новый уровень, чтобы сделать героя сильнее. Кеник. Человек богомол. Ну, я практически был прав. Коснитесь здесь, чтобы снарядить героя. Окей. Хорошо. Хорошо, ладно, допустим. Откуда мы его подцепили, непонятно. Ну, пойдёт. Главное, что он за нас сражается, а не против нас. Это уже хорошо на самом деле. Потому что если бы сражался против нас, то мы бы просто побили. Здесь мы ставим на третье место. Коснитесь здесь, чтобы начать битву. Всё. Если здесь будет какой-то суммон и вытягивание героев, то это прикольно. То есть, в принципе, игра располагает таким контентом. Вроде как есть герои. Вроде как есть вот какие-то вот они тут как карточки выглядят. В теории, может быть, какой-то есть магазин, суммон или ещё что-то. Поэтому надо это делать. Тоже посмотрите. Если есть там что-то призвать, можно попробовать призвать. А также у меня нет сейчас сохранения. То есть, у меня просто в гостевом режиме. Это тоже надо быть. Если играть в эту игру, надо быть проверить и уйти из звездевого режима. Да, всё-таки сделать привязочку тогда к аккаунту. Потому что, ну, по крайней мере, пока ещё ничего нет. Значит, поздравляем с вашими первыми шагами. Magnum Quest. Теперь вы готовы стать величайшим искателем приключений на Армуде. Да, приветствую. С вами удачи. Вот. Что у нас? А может герои? Хорошо, давайте нажмём просто. Всё, вроде бы здесь закончили. Давайте посмотрим, что у нас по миссиям. Во-первых, забрать. Окей. Забрать. Здесь за 20 сундучок. В нём бабочки и кристаллы. Компания. Забрать. Другие кристаллы. Неважно, с этим делом разберёмся. За какие-то кристаллы сказать, что тут можно покупать герои. Герои это то, что у нас сейчас имеется. Здесь мы тоже, в принципе, можем их повысить в новый уровень, прокачать, апнуть. Немножко к этому чуть позже вернёмся. Здесь также мы можем наблюдать, что есть разные стихии. Что это немаловажно. Здесь какие-то сбросы есть. Чего-то там. Вот. Ну и давайте сразу же быстренько посмотрим, есть ли тут какой-то продукт с ума. Здесь также говорят ещё торговцы. Торговцы предлагают нам купить бабос, потратить и купить что-то, типа, наверное, интересное. Ну и я не знаю. Я не знаю, насколько это интересно. Здесь, короче, пакетч тысячи чешуек за прохождение глав компании. То есть, получаете вот эти вот чешуйки дракона за прохождение компании. Ну и, соответственно, вам нужно 2000 практически 300 рублей потратить. Что у торговца? У торговца что-то горит. Чешуйки дракона. То есть, я ещё здесь не посмотрю. Требуется VIP-1, да? Типа, что, VIP-1 забрать? Отлично. Дали нам какие-то фрагменты куба. Да, с этим делом мы сейчас тоже рассмотрим, разберёмся. Знаете, что это такое у нас? Использовать серебряный кубик души. Собрать 60 серебряных кубиков души, чтобы получить серебряного героя. Отлично. То есть, мы сейчас получим серебряные герои. Это как-то рыба или рак. Здесь гораф. Горраф, это у нас гораф. По поводу вот этого героя, пишите, это скриптованный персонаж. Он выпадает в семь или здесь всё-таки рандомно серебряный падает? Вот, гораф, значит, помещает в центре поля обои тотем, который наносит всем окружающим урон 110% урана атаки. Ну и так далее, и так далее. Ладно. Этим пока не будем запариться. Здесь, вы видите, в Берилле заключена сущность времени. Он нужен для выполнения уровня героев. То есть, пополнением. Кубики на 10, всякую прочую Бериллу. Хорошо, то есть, для прокачки. То есть, у нас в теории есть какие-то покупки и есть задатки на то, что можно это тратить. Герои, давайте ещё раз зайдём. А где вообще покупка самих героев? Или они чисто падают рандомно, когда ты? Отряд вот есть. Также есть герои, есть сумка, есть миссии, есть гильдия и торговцы. Здесь у нас завершить этап. Здесь у нас типа в варианте книжечки какой-то раскладной. Это всё выглядит. Ладно, ничего не понял. Давайте поехали дальше. Возможно, дальше что-то ещё дополнительно откроется. Здесь у нас, кстати, добавилось ещё один новый герой, который мы получили, первого вывачка. Кстати, ребята уже прокачаны. Там пятые и шестые вываки. У нас как-то всё печально. У нас первый. Первые вываки, кстати, у нас все серебряные и один типа бронзовый. Давайте быстренько сейчас кого-нибудь качнём. То есть, вот этого качнём на новый уровень. Но здесь, как бы, да, хорошо. Но он стоит в задних рядах. Нам тоже надо будет, наверное, поменять вот этот... Ну, это тотемщик. Тотемщик, который, в принципе, не знаю, выпал нам. Всё, мы больше... А, то есть, мы можем эволюционировать его. Ладно, короче, мы его раскачали. Так как он у нас новый. Так как он типа как... Наверное. Наверное. Наверное, крутой. В кавычках я не уверен. Скорее всего, нет. Ну и давайте качнём вот этих вот бордачей. Пока что у нас, в принципе, вариантов-то особо-таки нет, кого качать. Поэтому пока сюда все ресурсы закидываем. Всё, больше ничего мы не можем сделать. Значит, оставляем так, как есть. И отправляемся далее. Я думаю, что это будет более чем достаточно. Поехали будем сейчас шухать всех тотемами. Вот. Смотрим на наших теперь тиммейтов. Кстати, мы, по-моему... Мы не поставили, по-моему, одного так всё-таки. Которого вытянули. Как я понимаю. Ну окей, ладно. Сейчас мы справимся и так. Типа мы можем затащить. Единственное, что у нас один тиммейт проигрывает. Ну, по хп-шечке. Ну, держится. Но он серебряный. То есть он бронзовый. И как бы он очень плох. Значит, собираем награды. Здесь, кстати, какое-то обмундирование. Какая-то броня и всякое такое прочее. Так, внизу вот здесь надо кликать. Блин, тут есть золотые. Я хочу кого-нибудь. То есть дайте игра какому-нибудь, как говорится, в начале подманить хорошего героя дать. Что прям ух и хотелось играть. Давайте быстренько ещё зайдём. Посмотрим, что у нас по боёвке. По боёвке, кстати, мы, Тань, поставили нашу рыбину. Вот эту вот. Ну и всё. Типа нормально. Нормально. Отлично, да? Я бы сказал. Вот. Поехали. Что мы видим? Толпа на толпу бежит. В принципе, замес. Сражаемся, я не знаю, постоянно на каких-то локациях типа корабля. Да, и даже не типа корабля. Идёт дождь. Идёт. Вот там видно, что вода. И, в принципе, раскаты грома. Вахают. Отлично. Нашу рыбину не видно, что она там делает. Но вообще он должен какие-то делать тотемчики. Так, ну это было легко. Это легко. Следующий этап. Следующий этап. Следующий этап тоже дольники очень довольники. Должен быть и лёгкий. У нас первого лавачка вот этот парень. Я бы он, наверное, поменял. Можно местами поменять, потому что он... Но он никакой. Давайте попробуем. Пускай он там позади стоит. У нас вроде как шаман будет танчить теперь. Потому что у него 16-й вывод. Просто жесть. Так, смотри. А, молнию, как раз он вызывает. Отлично. Неплохо, на самом деле. Так, здесь стреляет. То есть он сразу двоих цепляет. Ну вот этот стрелок тоже здоровый. Очень довольно-таки неплохой. Так, хорошо. Всё, отлично. Затащили. Ну вот сейчас полегче стало. То есть уже как бы шаман стоит. Ему хорошо он танчит у нас. Снаряжение какое-то, кстати, появляется. Поэтому я думаю, что лучше всё-таки выйти и экипироваться. Потому что, ну, это, наверное, правильно будет. Потому что экипировку собираем. А прокачиваться как бы не качаемся. Давайте быстренько сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, самого дохлого. Давайте, наверное, всё-таки апнем. Ну, потому что что ещё остаётся делать? Нет, я не буду на тебя ресурсы тратить. Что на тебя можно вообще одеть экипировать? Надеть снаряжение. Одели снаряжение серебряное на этого бойца, чтобы хотя бы он как-то вышибал и так далее. Кто у нас? Самые первые танки, кто у нас стоят? Надо их, короче, экипировывать. Экипировать. Так, здесь что у нас? Давайте уровень. Уровень всё у нас, больше ничего. Ну, меч, ладно, меч тали. Меч дали хотя бы уже что-то. На тебя. То есть на этих героев тоже горит какое-то снаряжение. Поэтому мы сейчас одеваем. И всё ок у нас. Всё вроде бы. Более-менее сейчас приодели. Можно сейчас сражаться. Что у нас в миссиях? В миссиях тоже можно что-то опять забрать. Заходим в компанию. Забираем. Забираем экспишку. Забираем всё, что нам отдают. Отдают. И не требует лавка открыта. Кстати, с этапа 2.8 вы заметили, ребят. Нужно, короче, пройти этап 2.8, чтобы что-то закрутилось, чтобы что-то завертелось. Поэтому постараемся ещё сегодня до 2.8 дойти. Не знаю, сколько будет первого этапа. Потому что 2.8 это довольно-таки много. Но проходится это быстро. Мы сейчас не будем выходить. Мы будем играть до тех пор, пока нас уже конкретно не начнут выносить. И тогда мы уже выйдем и начнём экипироваться. Потому что по-другому уже никак не получится. Выжить здесь. Чтобы не помирать. Потому что, скорее всего, потом зачистка какая-нибудь работает. Всё, как и обычно. У нас новый пятый уровень. Этап 1.9. И, скорее всего, это уже предпоследний. Говорит, последний. То есть 1.10, наверное, будет последний этап. После чего будет уже вторая глава. Здесь также, кстати, авто горит. И есть вот значок X1, который у нас... Есть также пауза. Есть покинуться бой, продолжить. То есть, ну, я просто посмотрел, что у нас здесь тоже имеется. Ускорение никакого не могут нам дать. Пока что, возможно, мы ещё не доросли до него. А, возможно, оно откроется через премиум. Поэтому тоже пишите, если что-то знаете. Если что-то я не узнаю об этой игре. И вы действительно, вам нравится игра. И вы играете в неё. Обязательно пишите, ребята. Забираем кристаллы. Забираем лут. Кучу шмот накидали. Что, в принципе, неплохо. И вот 1.10. Здесь уже какие-то такие, типа, как боссы. 12-й, 13-й отряд. Ребята, то есть, ну, довольно-таки серьёзно. Давайте попробуем, мы затащим, не затащим. Но, ребята уже, ну, то есть, довольно-таки такие сильные. У нас, кроме шаманов, здесь, по сути, крутых нету. Таких прямо прокачанных. Но, по крайней мере, вроде пока что вывозим. Вывозим. Так, ополченец. Всё, вроде бы, всё ультует, все бьют. Враг действительно, на самом деле, рассыпается. Но он не может ультовать. Они не умеют ничего делать. Они просто делают, по-моему, обычные выстрелы. И, ну, потихонечку, потихонечку, смотрите, нашего карлика чуть не съели. Победа! Победа, ребятки, это победа. Вот. Следующий этап. Награды там только сверху были. У нас ещё 11... Чё, 1.11 действительно, что ли? Ну, давайте пробовать. Ну, уже, кстати, сложнее. Ну, ещё, походу, надо быть сейчас карлика одевать, потому что, ну, реально, ему уже плохо становится. Его пробивают очень сильно. На нём вообще экипировки нет, кроме меча. То есть, по факту, кроме дамага ничего не делают. Ну, это нужно, да. Единственное, что и выживаемости у нас на нём нет. Ну, реально, смотрите, то есть, вот сейчас, сейчас карлик уже прям плохо себя чувствует, поэтому надо всё-таки под этим подзадуматься. Подзадуматься его экипировать, иначе потом просто перейдётся переигрывать в бои. Вот, уровень шестой. У нас награда за новый уровень. Следующий этап уже 11... 11... Чё? 1.12, конечно же. Это жесть, ребятки. 1.12. 1.12. И я не знаю, сколько в голове будет. Ну, уже, по-моему, где-то в конце. Хорошо, ладно, допустим. Давайте быстренько перейдём. У нас горит только экипировка, получается, на... сюда. Хорошо, давайте сделаем так. Разгорит экипировка сюда, и у нас карлик совсем не прокачан. Давайте его качать. На максимум. Да, я даже на него апну чуть-чуть. Не пошалею. То есть, давайте всё в карликов качаем, потому что, ну, блин... На нём шмота нету никакого просто вообще. Практически. Так, чат там был, он горел. Я не знаю, кто там, с кем переговариваться. Ну, вроде как, со мной некому переговариваться. Поэтому просто сидим, играем, смотрим. Наблюдаем за боёвочкой. Прокачиваем героев. Пока именно контент, к сожалению, только такой вот. То есть... По сути дела. По сути дела, ребята, так вот. Давайте, наверное, я сейчас не буду вас мучить. Я сделаю как? Мы сейчас пройдём с вами эту главу. Я потом по-быстреньку постараюсь до нужной главы дойти. И уже показать с того момента, как откроется магазин. Потому что, ну, это реально очень однообразная и долгая боёвка. Фарм вот этих вот ресурсов до той главы, когда откроется магазин. Когда откроется магазин, будет, возможно, доступен как раз какой-то суммон. И после чего мы это делаем. Кстати, у нас лёг уже ополченец. И это очень плохо, ребята. Что ополченец не тащит. Его придётся опять тоже поднимать, качать. К сожалению, это так. Иначе просто... Возможно, у нас не на три звёздочки закроется всё. Но вроде как звёзд тут по факту нету. Призвать. Функция разблокирована. Призвать. Кстати, я только сказал, что мы прекратим. И я потом. Так как уже дали функцию призвать. У нас падает кто? Кто ополченец? Соответственно, мы сейчас по возможности его поменяем на кого-то другого. И хорошо, что мы его ранее не прокачали. Ну, сильно, по крайней мере, на него ресурсы не тратили. Значит, у нас открыта новая глава. Голова 2. Зловещие знаки. Так. Их пункт назначения не отмечены на карте и всякое такое прочее, наверное. Значит, что у нас открыта лавка торговцев. Торговцы. И где-то, где-то вроде бы нам говорили какой-то призы. Вот, кстати, стрелочка нам показывает путь вот сюда. Наверху бы. Здесь. Коснитесь, чтобы перейти на страницу вызова. Так, автонаграды. Есть события. Кстати, я здесь интересен. Тут много чего интересного вроде бы добавилось. Портреты также имеются. Все говорит. Перейдите. Коснитесь, чтобы перейти. А, вот здесь вот он призыв. А, у нас там был вот это вот. Мы собирали как раз из осколков какой-то. Призвать. Да, здесь вот можно какого-то призвать. Все типы героев. Крепость. Крепость. Я не знаю, что такое у нас недоступно. Все типы героев недоступно. Все типы героев вот здесь вот есть. Ну, давайте призовем. Также пишите, насколько это рандомный персонаж или все-таки скрипт, который падает всем. Ну, вы поняли. Давайте. Ну, крутого какого-нибудь. Похож на какого-нибудь некроманта, если честно. Давайте мы сейчас поближе на него взглянем. Главное, чтобы он был хороший, классный. Кстати, у нас есть еще призывчик за 150. Давайте, наверное, сейчас сделаем призыв. Потом мы соберем героев. И уже в следующий раз, если вам понравится. Да, блин. Ну, почему мне надо выйти отсюда? Можно еще раз призыв сделать? Давайте еще раз сделаем призыв. За 150. Да. Ну. Да уж. Вот повезло, так повезло. Кстати, выгоднее десятки, да. Типа призывать. Типа 150 меньше. Ну, окей, ладно. Это был контент. Что у нас по событиям? Давайте быстренько взглянем. Заберем награды. Забрать. Здесь также на второй день дают какого-то золотого героя. Но обычно золотые герои, которые дают, ну, они как бы такие себе. Ну, для старта, в принципе, самое оно. Здесь в портретах, что угодить за портреты? Скорее всего, возможно, тоже кто-то будет лут, какие-то награды, какие-то возможности кристаллы. Легенда 5. Легенда 5. У нас получается за 7 коллекций, 7 героев из 50. По коллекциям здесь можно посмотреть. Кстати, вот нам его дали сейчас только. Зовут его Олден. Вот такой вот рыцарь. Темный. Можно почитать историю, но нам нужно забрать просто с него кристаллы. За серебряного дают, получается, 50 кристаллов. Нет, это, кстати, золотой. Ох-ох-ох. Нет, хотя это, типа, должны, наверное, серебрушки быть, но почему-то они тут подсвечены золотом. Неважно, 50 кристаллов, это хорошо. У нас призыв, по идее, 150 идет. Давайте быстро соберем. Ну, и сделаем боючек, наверное, теми героями, которые у нас есть. Бронзово не будем качать. У нас есть уже один бронзовый, поэтому с ним мы просто получим ресурсы сколько-то. И, в принципе, и все. Так, эти вроде по полтосу дают. Полтосы, да? И вот здесь вот. Испытать историю. В принципе, здесь все можно почитать о них, посмотреть, поиспытывать, как они что умеют. Понравятся они вам или нет, заранее, типа того, что глянуть. За этих, за этих чучел ничего не дают, кстати. Ну и что ты мне выпал? Ну и ладно. Кобальта-берсерк какой-то был у нас. Ну, 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 блин, бронзы тут как бы не сильно много, что хорошо, наверное. Поэтому будем надеть, что него. Да, он всякий скелет и всякий такой прочий. Ладно, ладно, давайте. Обидно, конечно, 150 кристалл просто улетучилось в никуда. У нас есть 600, практически половина. Здесь что у нас? Здесь у нас, короче, вот так вот. Давайте, наверное, тогда здесь привязаться. Мы чуть-чуть попозже привяжемся, да? И здесь условия и обслуживание. А подтвердить, что уже почти условия и обслуживание. Ну, да, окей. Настройки игры и всякой такой прочей миссии. Дайте, займись еще мы сейчас получим. То есть у нас сундучок. Дайте тоже заберем вот этот с бабочками. И компания. За компанией, кстати, тоже забираем. Крис и сейчас довольно-таки очень быстро копится. Можно, в принципе, попробовать зареролиться. У нас 1350, надо 300 кристаллов, ребята. И можно тогда на этом... Можно на этом тогда говорить, что... Что все классно и что все хорошо. Здесь пока ничего больше мы не делаем. А новый уровень у нас доступен. Забрать. Еще что-то забираем, ребятки. И у нас уже... Уже хорошо. Уже хорошо, кстати. Еще сундук. Найс. Кстати, там 5 этих дали. Фрагментов либо это. Ну, давайте попробуем сейчас вот так. Нет, кстати. Он горит золотым реально. Он горит золотым, он не серебряный. Ну, давайте тогда его качать. Скорее всего, это не рандомный был персонаж. А может, рандомный. Ну, в любом случае, давайте мы его вкачаем. Пока то, что есть. Вот так вот. Вот так вот пока что оставим. Здесь вот этот пацан, который у нас был. Который сейчас умер. Мы давайте с него снять снаряжение. Снимаем с него полностью. Вот. И уходим отсюда. Возможно, их потом можно будет разбирать или еще что-то с ним сделать. А вот сюда мы как раз 25-й. Надеть все снаряжение. Как раз мы надели сюда снаряжение. И раскидаем сюда еще на первый ряд. Боты еще сохранились, остались. Все. Вот. Уже хотя бы что-то. Уже что-то уже готово, в принципе, мы отправляться и дальше сражаться. Поехали. Здесь опять какие-то миссии выполнились. Здесь еще тоже нужно побольше собирать. Потому что вдруг у нас хватит на призыв. Ну, нет. Видимо, нет. Погнали. Погнали отсюда тогда. Торговцы, кстати, говорят еще что-то. Чешуйки дракона. Здесь также покупки. Есть какие-то випы и еще что-то. Новый уровень, кстати. Дали випа вроде как. Забрать еще 60 фрагментов. То есть у нас уже есть на призыв там вроде бы. И у нас еще копится. Так что вип поднимается еще за счет того, что... За счет того, что мы просто получаем. Получаем вот эти всякие жетончики. Здесь давайте использовать. Получаем мы еще одну макаку серебряную. За которую, в принципе, в свое время можем получить в портретах еще 50 там. 50 кристаллов. Барт. Наш товарищ Барт. История. И 50 кристаллов. Забираем, ребята. Остается чуть-чуть и чуть-чуть набрать кристаллов. И 1350. И, в принципе, можно было засумонить. Если бы я тогда не засумонил, уже было бы гораздо меньше бы это дело делать. Но я не знаю, ребят. Подарок за покупку. Дают за покупку. Короче, какого-то крутого типа. Классного воина. Здесь 2-1 бой. Что это такое? Поехали. 2-1 бой. Это боевочка такая. Которая у нас. Сюжетка. Погнали, значит, в сюжетку. У нас герой есть. Мы вот этого выкидываем. Ставим вот этого. Также ставим, получается, убираем тотемщика. Вот этого и оставляем. Вот так как есть у нас вот еще не прокачано. Есть, кстати. Кстати, Богомол вот этот не прокачанный. Хорошо. Пусть пока так стоит. Богомол живет. Он в конце. И со вторым ивачком как-нибудь переживет. Надеюсь. Несколько волн до того момента, пока мы насобираем кристалл. Так. Здесь что у нас? О. О, он еще морозит. Отлично. Морозит, это, конечно, хорошо. У меня аж звук куда-то пропадает, если честно, в игре. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так. Давай. Опачки. Опачки. Заморозочки. Бабах. Бабах. На, молотом. Просто. Просто. Просто разносим всех. Просто в щепки всех. Не важно, что у Богомола там второй улочок. Так. Следующий этап. Следующий этап. Нам нужен больше-больше кристаллов. Я хочу больше кристаллов, ребята. Больше кристаллов. Больше. Кстати, у нас есть на Х2 теперь ускорение. Это классно. Возможно, это как раз активируется за счет ВИПа. Возможно, за счет прохождения главы. Куда мне прекращается. У меня реально пропадает этот звук игры. Это непонятно, почему так происходит. Кстати, нашего вот этого здоровяка выносят подчихоньку, который серебряный. Его нужно поднимать, по идее. Ну, либо какого-то нового золотого героя вытаскивать. Десять кристаллов, это ни в какие ворота не годится. Это недолго так копить придется. Дайте еще. Здесь не важно. Здесь по факту нету звезд, поэтому можно... Ну, слили-слили одного, ничего страшного. Перепрохождение. Ну, если даже задастся при прохождении, я потом перепройду уже буду прокачан, поэтому... Неважно. Сейчас главное получить весь лут. Так. Не, ну больно, больно все-таки нашему карлику. Ну, неплохо. Все равно тащим. Тащим, мы тащим, да. По крайней мере, никаких кристаллов нам не дают. И это плохо, ребята. Это печально. Остается немножко кристаллов, и я никак не могу их собрать. Возможно, за задание там дальше, в принципе, будет выполнение, и нам дадут что-то. Вот, ну пока вот как есть, так оно и есть. Так, отлично, ладно. Бьем, 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 бьем. Давайте вот это, наверное, последняя каточка. Я потом постараюсь с голову допройти, и все-таки же потом сделать с умом вместе с вами, чтобы вас не мучить. Потому что, ну, длинное видео, это как бы не особо круто, это не топово. Но у нас пока что назревает победа. А победой открывается испытание. Вот так вот, только-только хочешь завершить, да, и тебе раз, и говорят 16, 16, 2, 4, чего-то там. Для продолжения нажмите. Сейчас нас отправят в испытание. Тогда пока еще не прощаемся. Значит, коснитесь, чтобы вернуться. Давайте коснемся, чтобы вернуться. Сейчас заодно посмотрим. Здесь у нас, по крайней мере, по квестам вообще ничего не выполнилось. Скоснитесь, что ли, войти в мир испытаний. Мир испытаний. Вот тут он находится у нас. Ну, давайте попробуем тогда вместе. Отлично. Битва с древним стражем. Отличненько. Так, что у нас здесь? Давайте карлика-то уберем, не тащит. У нас есть поздоровее, мужик. Кто это? Босс. А, это босс, наоборот. Состав врага. Ну, а Никита первого левела. Ну, почему бы нет? Поехали. Так, у нас, получается, тему мы свою ставим. То есть у нас будет, вот он в лидерах. Далее. Далее, соответственно, вот так вот так. И вот так вот ставим. Поехали. Мы ничего не прокачивали, ничего не одевали. Сразу пошли на боссы, так как нам и показали. Вот. Ну, они вроде как бы легкие, я не знаю. Попробуем, посмотрим, что вообще, как из этого. Поэтому, если ты начнешь играть, ты будешь, соответственно, знать, какие мне герои выпали. Что тебе выпадут. Сверишь, посмотришь и напишешь мне. Ну, и вообще расскажешь, что да как, что почем. Так, это уже бой, который мы вытаскиваем, выиграем. Или это просто какая-то разминка, типа того, что если это бой, то это было очень легко. И, в принципе, ничего такого не дали. Тут какие-то дополнительные, получается, монетки. Вот эти, скорее всего, можно за них что-то приобретать. Каких-то героев, либо какие-то нужные штуки для прокачки. Первый раз, когда ОЗ вашего героя в первом ряду падает ниже 23%, в Астанарх героя 40 максимум. А, это, ааа, я все понял. Бронзовая, серебряная, всякое такое прочее. 20, вообще 21 этап, ребята. Чтобы сюда дойти, драгоценные камни на сундуке начнутся загораться после 7-й, 14-й, 21-й победы. Блин. Ну, что делать? Давайте попробуем. Пару боев, и потом я буду копить на кристаллы. Да, дайте вы еще один вот этот бой, и я пойду копить на кристаллы. Потому что, в принципе, здесь меняется немножко стилистика. Возможно, битвы там где-то, декорации меняются. А больше, в принципе, ничего не меняется. Поэтому... Поэтому просто делаем как есть, по красоте выиграем всех и не тащим. Все, да. Вот прям как сейчас. Прям как сейчас, так и на ушном... На одном дыхании все это дело проходить. Все, ребятки, отлично, отлично. Мы, Виктори, победили. Теперь мы встретимся только пока что на суммоне. Не прощаюсь. Поэтому для вас это будет просто быстро. Ну и вот, собственно, я побился и дошел до финального босса. Посмотрим, что в этом будет ларцека. Так, когда мы получим... А вот побьем его и пройдем. Значит, что у нас финальный босс. Очень легко. Здесь также есть восполнение жизни, наем героев и тому подобное. Это все выполняется. То есть, пополняется. И воскрешение тоже здесь имеется. На данный момент сейчас у меня такая вот состав Тимы. Плюс я еще могу, в принципе, заменить вот этого карлика на кого-то другого. Потому что, ну, у меня довольно-таки уже много есть хороших героев. Он 35-го вэлла и тому подобное. То есть, у меня вот уже Тима собралась вот такая вот. Поэтому, наемников. Вот. Ну, а мы отправляемся, смотрим, что у нас как по боевочке. Сможем ли мы сейчас затащить босса. Мне кажется, это будет легко. Потому что моя новая Тима вот что делает. Просто-просто. Вы видели этот бой. Это был просто нечто. Это просто. Они ворвались. Только увидели. И босс упал. Все. Получаем из следующей награды. 200 кристаллов. Мы получаем 30 фрагментов вот этого. Тоже получаем. И все. Возвращаемся в меню. И нам должно, наверное, ехватить. Вроде как нам как раз 200 кристаллов не доставало до суммона. Значит, что у нас здесь. Смотрим. События. Подарок за покупку. Потельные крылья. Вот миссии. Миссии давайте заберем. Недельные. Найс. Здесь, кстати, креста этих не собрали сундучков еще. Здесь всякие монеточки. Монеточки. Герои. Герои, в принципе, к сожалению, у меня те исчезли, которые были. Если были бы все, то было бы классно. Чего здесь у нас говорит? Это в отставку. А этих можно вообще разобрать. Ну-ка, а если что, мы их разбираем. Получаем кристаллы. Окей, пока не буду. Он прокачан. Может, куда-то там в тим нужно будет ставить его. Посмотрим, ребята. То есть, ну вообще, типа, бронзовых можно всех разобрать. Окей. Может, как раз возврат, кстати, будет с него опыта. Почему бы нет? Давайте попробуем, кстати. И вы посмотрите. И вы увидите. Увидите, давайте в отставку и вот этот. Ну да, кстати, смотрите. Больше, больше все-таки с него получили мы всякой штуки. Вот, поэтому есть вероятность, что нам вернули все, что мы потратили в него. Это прикольно, это классно. Здесь, значит, что у нас по сумке у нас собрать нечего. То есть, 35 фрагментов, а нам нужно 60. Поэтому мы не можем серебряный куб собрать. Нам не хватает. А по кристаллам. А по кристаллам, типа, вроде как должно хватить. Давайте попробуем перейдем в призыв и посмотрим. У нас есть, в принципе, один одиночник. И плюс у нас, по идее, еще есть вроде как. Так, здесь что у нас? Здесь все типа героев. А здесь сердечки какие-то. Крепость у нас. Билетики доступны. И, в принципе, и все. Ну, давайте здесь вот. Я не знаю, где у меня куб. У меня, по идее, вот такой тоже где-то был кубик. Поэтому посмотрим, что у нас сейчас выпадет. Здесь, видите, есть разные грани. Здесь есть еще какие-то цифры. И есть какие-то прям символы героев. То есть, фракции. Поэтому не знаю, как это падает. Или это не падает. Посмотрим, как это сейчас работает. Взглянем. Десять. Будем надеяться, что выпадет золотой у нас персонаж. И золотой герой. И мы это все делали не зря. Погнали. Ну, горит золотым, по крайней мере. Я не знаю, повезло ли мне это или не повезло. Но, как вы видите, выпало два. Два, ребята. Из разной фракции, но золотых героя. Которых я буду теперь уже качать. Соответственно, уже с теми мы определились уже. Единственное, что они из разных фракций. К сожалению. Но не знаю, как это синергируется или нет. Давайте быстренько мы сейчас их заберем. И, видимо, это все было не зря, ребят. Вот. Тоже оставляйте пишите комментарий, кто вам выпал. И, повезло ли вам, действительно. Здесь также еще я могу забрать кристаллы. Забрать награды. Всячески разные, да. За призывчик, судя по всему. Потому что у нас ничего, в принципе, это не горелось. Плюс у нас еще добавились портреты, которые золотых героев. Ну, за золотых, по-моему, также дается. Кстати, на самом первом эллиду стоит у нас наш новый герой. Вот такой вот с золотым драконом. Золотая дракониха. Асюр. Драконорожденная. Отлично. Так. Дальше-то кто? Легенда 5. Это легенда 5. Легенда 5. Так. И Наоми. Наоми. Орг шаманка. Забираем. Вот так вот. Отлично. То есть, у нас шаманов уже несколько даже. Здесь еще, в принципе, тоже могут быть. Которых мы не собирали. Которые вполне, возможно, горят новые. Вот. Их надо не упускать. За них, в принципе, тоже даются также 50 крисов. А кристаллы, как правило, на дороге так просто не найдешь. Поэтому то, что они нам выпадали, выпадали, выпали. То это хорошо новый герой. Серебряный. Ну и золотые тоже, в принципе, есть чем поиграть и кем теперь. Здесь, в принципе, вроде бы все. Так что почему-то разных не так много, в принципе, я открылась у нас. Ну, хотя добавилась еще парочка вот бесполезных. Кобальт и всякое такое прочее. Ладно, с этим делом мы разберемся. Главное, что у нас есть прокачанные герои. Мы сейчас быстро поменяем нашу тиму. Прокачаем наших героев. Прокачаем ее. Но таким образом пока что сделаем вот так. Сейчас будем пытаться равномерно это сделать. Вот это мне очень интересует. Я ее сейчас апну. По-любому ее апну. Потому что, ну, мне кажется, она реально должна быть имбическая. Давайте еще раз закачнем. Все, у нас новый уровень не горит. Сюр. Сюр прокачали на максимум. И здесь. Да. Да, понятно. Здесь как-то не особо. Один стиловачок у нас здесь. И, в принципе, вот так вот. Давайте тогда по-другому мы сейчас сделаем. Мы сделаем еще. Тут опять какие-то миссии добавились у нас. Выполнились. Золотишко. Всякое такое прочее. Давайте мы еще один-один бой всего же сделаем. 2-5. Вот это вот сделаем вызов. И попробуем. Посмотрим, что у нас. Как теперь будет Тима играть. Значит, что мы убираем. Десятый лавочок убираем. Ставим, соответственно. Вот так вот. В середину. Да. И убираем вот это, конечно, бесполезное. Ставим вот так вот. То есть, у нас уже Тима более-менее нормальная такая, крутая стала. Да. Кстати, есть точно такой же бронзовый. Видите, есть серебряный такой, есть бронзовый. Два причем у меня таких вот. Да и псы какие-то похожие. Вот. Ладно, с этим делом тоже посмотрим. Разберемся. У нас в два раза мы сильнее. Поэтому, ну, тут, блин, не затащить это будет, наверное, очень сложно. Давайте попробуем, посмотрим, что у нас из этого будет. Получится. Тебе интересно? Вот мне действительно интересно, что за мне герои и что они у нас могут теперь. Мне кажется, мне повезло. Повезло, не знаю. Так, дракониха сразу что-то там кинула вперед. Не знаю, что она сейчас сделала. Ну, по крайней мере, все оглушенные стоят. Не знаю, это она оглушила или нет. Так. Ну, не совсем что как быстро прям, но довольно-таки очень неплохо было. Неплохо. Неплохо, я бы сказал. Давайте еще раз боючик. И все на сегодня тогда. Вот. Давайте, наверное, на этом мы и будем заканчивать. Вот на сегодня это, ребятушки, все. Хотите поиграть, скачивайте ее. Она доступна в PlayMarket. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписаться на канал. Кликнуть на колокольчик. И поделиться видео с друзьями. На сегодня, ребятушки, это все. Всем хорошее настроение. Удачки. Всем пока-пока. Ну сейчас. Пока. Кто.